Всем привет! Мы продолжаем работать на огороде. У нас начинаются посадки. Ой, посадки начинаются. Мы накрываем клубничку нашу. Накрываем ее агроволокном плюс пленкой. Сейчас принесем пленочку, будем накрывать. Папа, тут нету проволоки. Что делать? А смотри, Анюта, ты ровненько накрыла? Смотри, здесь хватит? Вот здесь хватит, да? О, хватит, молодцы. Работаем всей семьей. Все проволоки. Нету проволоки, тогда вот так. Сегодня 6 марта, апреля. Уже какое марта, апреля. На улице то ветерок дунет, то это, то жарище. Поэтому кто как одет, кто как считает нужным, тот так оделся. Кто-то в шапках, кто-то без шапок. Папа тянет клеенку, потому что нам нужно накрывать сейчас клубничку еще плюс клееночкой. Помимо агроволокна. Вместе вы кто? Сила. Видите, как вместе тянете тележку? Молодцы. Ребята вывезли кирпичики. Ты всегда покататься ходишь? А у меня при шапке не в двадцать. Чуть-чуть покатай его. Такая классная штука. Дети так ею играются, вообще этим муравьем. Наслаждаются просто. Ею легко возить. Паша погнал катать. А что дальше? Кто чем занимается? Паша разбирает старые теплички наши, каркасы от тепличек, маленьких отпорничков. Боря с Сашунькой выносят отсюда кирпичики. А я делаю мелкие грани. Что-то выпросить, что-то принести. Да, 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 да. Что-то где-то побежать. Мы с Анютой докрыли грядки. Сейчас с папой закроем их пленочкой. Учу детей делать рядочки. И будем садить сегодня ребятами... Нет, Аня, рядок поглубже сделай. Посмотри на мой рядом и сделай точно такой же. На мой смотришь и делаешь рядом такой же. Дальше, дальше, дальше. И вот здесь в конце нужно по бокам раскидать землю. Видишь? Зачем нам такой холм? Нам же нужно батун досадить до конца. Ребята тоже стоят учиться. У нас цель за этот год, чтобы все умели все посадить на огороде. У нас школа огородничества в этом году открылась. На самом деле, я думаю, я знаю, как-то картошку сажать, кукурузу, кукурузу. Ну да, да. Будем сейчас сажать все. Аккуратненько не делаешь, не трогаешь. Это мы обновляем. Лук-батун, видите? Где-то пооставался. Вот он уже начал лезть даже. Смотрите. Зелененький. А где-то вообще повымирал. Повымирал. Видите? Вообще нету ряду. Вон тут вообще тот же один только пустик. И то старый. Поэтому будем обновлять. Везде все сеять будем. Давайте, ребята, давайте. Чистим компостную кучу от сорняков. Надо было это сделать, конечно, осенью. Наша вина. Наша, как сказать, недочет. А вот там вот уже хороший компост. Смотрите. Видите? И сейчас компостом я буду засыпать семена у лука-батуна. Учиться никогда не поздно. Так. Теперь семена. Кто мне скажет? Горечка, не трогай плоскорез. Семена. Положи. Положи, не трогай. Посыпаем не землю, а компостом. Потому что земля плотная. И для того, чтобы удобрение было. Чтобы легче заходила семена, правильно? Потому что земля плотная. Компост очень рыхлый, очень мягкий. Я же говорю, потому что земля плотная. И очень с легкостью семена взойдет. Вот и компост. Да, компост это одновременно идет удобрение для семян. Мы делаем огурчики. Огурчикам уже пора плестись. Они уже такие большие. Они стремительно просто начали расти. То как-то немедленно-медленно. А сейчас прям набирают стремительно свой этот рост. И Боря придумал. Говорю, Боря, давай что-нибудь придумаем, чтобы они плелись. Потому что в результате мы их потом в теплицу выставим. Но сейчас они еще стоят дома. И вот Боречка придумал такие палочки. Плюс шпагат вокруг. Я не буду по этим шпагатам. В общем, когда сделает, скажу. А на улице погода, в принципе, тепло. Сейчас 21 градус. 21. На улице тепло. Видно, да? Здесь отсюда как будто 19, но на самом деле 21. Вау! Я говорю, Боря, ты у меня кудесник просто. Напротив окна, конечно, не очень хорошо видно. Но это такая красота. Теперь они спокойненько себе. Каждый по своей стороне. Будет плестись. Пока буду менять стороны, вот так вот крутить ее в солнышку. Пока, в принципе, им хватает. Но сама суть, что потом их вынесем в тепличку, и они уже у нас в мае должны дать рожай. Пока у меня на огороде начнут расти огурчики, которые я посажу, то эти уже в мае должны, мы уже будем кушать огурчики в мае. Очень классная штука. Если она сработает, все будет хорошо, то попробую зимой выращивать. Зимой. Ну, если зимой не получится, классный вот этот огородник. Это Волтера мы, помните, брали. Классно себя зарекомендовали. Но именно как для рассады. То есть я не пользуюсь его, этой штучкой. Ну, их коробочками. Мне коробочки неудобны. Сюда намного больше влазить за счет того, что широкие коробки ставим. Но вот свет, прям освещение очень нам понравилось. Поэтому у нас их две, три штуки. Три штуки. Одну мы уже убрали. Оставили только освещение. Вот оно нам надо. Ну, и здесь я рассажу рассаду, тоже будет стоять рассада. А это ведерко тоже в результате вынесем. Их подпирать не надо. Помидорчики комнатные. Возможно, рассажу, а может так и оставлю. Они не должны быть высокими. В общем, спасибо Боре за его работу проделанную. Шикарно получилось. Сегодня уже 24 число. Когда мы продолжаем посадки. Потому что у нас были похолодания. То дождь, то похолодало, то праздники. В общем, то мы были другими делами заняты. Но сейчас немножко... А, ветра у нас были очень сильные. Что вообще невозможно было на улицу выходить. Жизнь за кадром. Мы показывали, какие у нас были сильные метры ветра. Ну, и сегодня мы вышли на огород. Боря с мальчишками тоже снимали видео. Показывали. Ездили за хвоей. У нас даже только один мешок получился. Классно. Классно. Это хвоя для клубники. Мульчирование хвои. Хвоя как ансисептик. Хвоя хорошо прогревается. И вот Лена нам посоветовала. Говорит, лучше хвои для этого нет ничего. Для клубнички. Поэтому будем, в общем, хвоей мульчировать. А не соломой. Это набрали хвою свежую для удобрения. Только что-то маловато набрали. Нам нужно было полностью, ну, ты понял, обдертой, если складываешь. Ну, мы нашли елку. Ну, на пару ведер будет. Елку нашли, там, спиленная была. Если упала она ее там, то вот это оборвали. Если надо, то еще поедем. Ну, мы сделаем сколько сможем. Это нам удобрение нужно делать для бурцов. Это тоже нашли в лесу, как набирали. Ну, в общем, сейчас будем вот ведра для удобрения принесли. Сейчас будем работать. Я буду клубничкой заниматься. А Боря будет подготавливать грядки к посадкам там. Ну, вот всего необходимого дальше. Музыка. Сашуня собирает прошлогоднюю траву. Папа точит плоскорез. Ох, работа кипит. Девочка моя, ты в клубнику залезла? Да, залезла. Что-то ее тут мало. Жара началась, погорели листья. Надо вот это срочно сдирать. Пленку снимать. Да, погорели листья в клубнике. Не все, но вот чуть-чуть. Жара резко началась, а мы пару дней не могли добраться. После холодов началась жара. Да, у нас тут так. Сегодня жарко, завтра минус 40. Да, да, да. Сейчас я уберу все. Старые листья, сорняк. И замульчирую. Это 4 грядки нужно пройтись мне. Радует, что клубнику, которую пересадили на 2 грядки, молоденькую, прижилась, представляете? Очень много прижилось. Да, в этом году не померзла клубника. Да, ты так хорошо взялась. Слушай, одну уже сделала, вторую сделала и третью собралась сделать. Какая ты у меня молодец. Собралась уже, делай. На, Боря, это тебе. Пашуня тут пока разбирается с хвоей. Всем шишки создаем. Старше, я говорю, младших сыновей. Ублажает шишками. Молодец, сыночки. Маленькие. На удобрение он делает. Да, будет удобрение. Ублажает шишки. Одну третью часть конского навоза. Все это заливается водой. Настаивается все дни в теплице. Ну или в теплом помещении. И вуаля, буду поливать комнатные огурчики. И клубнику польем. Красота. Нужно клеенку принести, чтобы накрыть. Капусточку сеем. Капусточку. Красненькую уже посеяла. Клееночку нужно, чтобы накрыть. Я думал к тебе подобраться, а ты тут говоришь клеенку. А ты сдаешь себе свои позиции. Так, это у нас красная. Я тебя понял. Кто работает, а кто шишки, скажи, собирает? У меня дядя. Да. Лёва. Да, грузовичок Лёва твой. Ты реку делаешь? Да. Пойду покажу, что папа делает. Пока я здесь клубникой, четвертой грядкой морочусь. А папочка редисочку сеет, редисочку. Удобрение, готовься, готовься. Да, сына? Здесь у нас супер-чай для растений. Ну, наверное, хватит на сегодня, а? Да, мы снимали кучу всего вам. Чтобы длинные видео не получались про огород, завтра будем снимать уже завтрашний день. А сегодня папа-пока, ребят. На этой... Боря, пока! На возной ноте, слышишь, Боря? Пока-пока. Пока-пока! Тихо, не тряси!